Дамы и господа, добрый день! Как всегда, на фруктовом мастере проходят самые классные на всем белом свете мастер-классы по сборке разных фруктовых букетов. И вот сегодня у меня в руках оказалась вот такая формочка в виде бабочки. Также у меня есть здесь фрукты, ананасы, дыни, яблоки, апельсины, ну и так далее. И нам сегодня с вами нужно собрать букет вот в таком горшочке, оно же кашпо. Ну давайте сразу приступим. Значит у меня есть вот такой кубик, ну по размеру он где-то там 9х9 см, и нам нужно его упаковать. И для этого я буду использовать фольгу. Если у вас нет фольги, вы можете использовать полисилк, например, либо другой какой-то упаковочный материал. Вот, значит, вкладываю аккуратненько, чтобы вот такие по бокам мастер-классы получались ровные. Вот кубик. И мне еще понадобится вот такая пищевая пленка. Она нужна для того, чтобы, если мы будем, ну а мы будем втыкать туда шпажки, и когда, если будете шпажки вынимать, чтобы пенопласт не вылез из нашего кубика. Буквально один слой, одного слоя будет достаточно. Все, наша заготовка почти готова. Теперь нам нужно его просто сюда взять и вот так убрать. Все, теперь она готова. Первое, с чего мы начнем, давайте вырежем с вами бабочки. Возьмем ананас, отрежем ему кубку, и нам понадобится два колечка. Раз кольцо, два кольца. Ананас, кстати, классный. Он и вкусный пахнет. Кстати, вот по поводу ананасов. Некоторые думают, если ананас зеленый, значит он не спелый. Да ничего подобного. Они бывают зеленые снаружи, а внутри они даже очень желтые и очень вкусные. Ну, погнали. Значит, берем нашу формочку. Положили. И прижали ножом. Такой пресс получается. И выдавливаем. И вот, смотрите, первая бабочка у нас полностью готова. Также делаем вторую. Вот если у вас видно, да? Вот смотрите, такие волокна остались. Вот они, вот такие волокна остались. Положите просто на доску и острым ножом просто их подрежьте. Такое иногда случается. Ну вот, в принципе, все. Без них смотрится гораздо лучше. И, кстати, после того, как вы на доске порезали ананас, дыню, арбуз, обязательно доску мойте. И также, когда вы цитрусы порезали, тоже мойте. Потому что на доске остаются всякие шкурки, вот всякие от ананаса чешуйки остаются. Чтобы они никуда не попали, обязательно мойте доску. И также по поводу вот этих формочек, чтобы они у вас не ржавели, вы их сразу споласкиваете. И кладите на салфетку, либо полотенце, чтобы они у вас там просохли. И тогда они вам прослужат верой и правдой очень много лет. Перейдем к следующему нашему претенденту. На то, что он попадет в наш букет. Это дыня. С дыней очень хорошо вынимать все семечки. И вот такая ложка из подмороженого. Вот она просто идеально заходит и все вычищает. Просто все чисто. Значит, давайте теперь нарежем эту дыню. Я срезаю вот эту макушку. И дальше смотрим. Дыня здесь получается белая, а потом идет зеленая. Нам нужно всю зелень срезать. Поэтому счищайте по толщине. Надо смотреть по дыне. Ну, у меня где-то миллиметра 3, наверное, срезано. Вот так ее просто срезайте. Вот так по кругу ее. Все. И смотрите. Если у вас получается что-то... Давайте поближе. Видно, нет? Если у вас получается здесь по бокам где-то зелененькое, вы еще можете чуть-чуть поотрезать. Как проверить, съедобные вот эти части или нет? Вы можете чуть-чуть отрезать. На самом деле попробовать. Если она живется как такой пластик, как пенопласт, значит, еще там чуть-чуть срежьте. А так дыня должна быть мягкая, вкусная и сочная. Вот такой нож. Это рифленый нож. Он очень классный. Всем рекомендую приобрести вот такой нож. И смотрите, что он делает. Вот, смотрите, получается у нас рифленая дынька. Вот такая. Выглядит очень классно в букете. Все. И таким ножом мы нарезаем всю нашу дыню. Вот эту всю дыню я порежу где-то на 10 частей. Да, 10 частей. Как говорил, апельсины. Примерно 2 апельсина уйдет на этот букет. Ножи должны быть острые. Чтобы хорошо все резали. Вот, получается у нас 2 такие дольки. Вот эти шкурки я оставлю. Знаете, зачем? Правильно. Если кто-то отгадал, конечно. Я буду поливать яблоко. Потому что в них содержится все-таки кислота. Да, яблоко, оно может потемнеть. Хотя это Грэнни Смит. Оно там супер не темнеет. Но все равно тоже может потемнеть. Вообще, лучше лимоном. Но у лимона он очень кислый получается. И эти яблоки получаются очень-очень кислыми. Вот, я что-то на апельсин перешел. Разницы там супер такое я не заметил. Конечно. Что там что-то темнеет. Все. Апельсин нарезан. Убираем в сторону. Нам еще потребуется в этот букет 2 мандаринки. Мандаринки мы просто пополам. Очень повезет, если они без косточек. Вот такие. А они просто мега оранжевые. Очень-очень круто смотрятся эти мандаринки. А вот это может быть, кстати, с косточкой. Нет, нет тоже. А хотя тут одна косточка всего лишь. Смотрится круто. Они, кстати, просто разного сорта. Вот эта, которая, она более плотная такая. Вот более оранжевая. А вот эта более, ну, рыхлая, можно сказать. Наверное, так. Все, мандаринки нарезаны. И переходим к яблоку. Яблоко у меня 2 штучки здесь. Вот одно, кстати, очень классное. Она такая пятнистая. А это просто побольше. Значит, смотрите, по поводу яблок. Смотрите, яблоко отрезал. Давайте поменьше сделаю свет. Вот. Яблоко отрезал. Видите? Такая штучка. Мы ее сейчас срежем. Вот они тут по бокам. Такое иногда случается. Поэтому мы берем яблоко. Вот полностью мы нарезаем. Апельсины вот эти отодвигаем. Нарезаем точно так же, как и апельсин. Все, у нас как бы долька готова. И дальше мы дольку смотрим со всех сторон, чтобы у нее нигде не было вот этих коричневых пятен. Если они есть, я их просто срезаю. Все. Срезал чисто. Следующий яблочко. Так же мы их по диагонали. Так. Вот здесь есть еще. Срезаем еще. Все. Ну, оно меньше стало, это яблоко. Но тоже, тоже нормально. Кстати, букет не сказал. Называется бабочки на лугу. И вот смотрите, теперь такой момент. Вот у меня вот эти шкурки, которые в принципе в помойку всегда идут. Теперь можно взять вот так и просто отжать на самом деле. Просто отжать можно. Смотрите, сколько сока у них. Все. После этого яблочки все перемешиваем. Тщательно нужно перемешать эти яблоки. Все. Теперь с ними будет все хорошо. Они не должны у нас потемнеть. Для сборки букета нам обязательно понадобятся вот такие шпажки. Потому что без этих шпажек мы вообще ничего не сможем собрать. Никогда. И наши вот кусачки. Кусачки у меня уже олдовые, старые. И так как шпажки у нас очень длинные, мне их нужно нарезать пополам. Это 20 сантиметров. В природе еще существует 15 сантиметров. Но 15 сантиметров тоже длинные. Вот идеальные. Это, конечно, размер 10 сантиметров. Для сборки 10, 15 и потом 20 идут сантиметров. Но продажи вот только такие. Нарезаем такие шпажки. И будем из них собирать. Собираем первый ряд. Первый ряд очень прост. Первый ряд у нас, значит, идет под углом 45 градусов. Мы втыкаем нашу шпажку. Дальше берем апельсин. Дальше тоже втыкаем. Дыня дальше у нас идет. Горшочек придерживаем, потому что сейчас, если повешу яблоко, горшочек упадет. И дальше мы... Я здесь, кстати, подбираю по размеру, чтобы яблоко хорошо сюда залезло. И вот идеальное яблоко. Все. Видите, у нас получился апельсин, дыня и яблоко. Дальше, не поверите, опять апельсин. Как вы думаете, что дальше будет? Ну, правильно, дыня. И вновь яблоко. Мы уже вышли с вами на третий круг. Опять апельсин. Ну, что дальше? Дыня. И яблоко. И последний раз, я так понимаю, делаем апельсин. И здесь, скорее всего, дыня и все. Ну, да. Вот. Это наш первый ряд. На втором ряду у нас будут мандарины стоять. У нас мандарины будут с четырех сторон стоять. Значит, вот у нас здесь кубик. Мандаринка здесь, здесь, здесь и здесь будет находиться. Чтобы нам установить мандарины, мы берем вот эту мандаринку. И вот эту шпажку мы протыкаем только не прямо, а вот под углом. 45 градусов. Кстати, вот возьмите линейку. И, поверьте. Вот случается. Дальше. Вот установил первая мандаринка. Здесь вторая мандаринка. Вот она. Ну, и еще две. Я вот здесь сразу устанавливаю. Ну, смотрится, хотя букет еще не собран, но смотрится уже очень прикольно. А дальше, вот не поверите, все предельно просто собирается. Вот дальше вот все, что у нас осталось здесь из фруктов. И мы вот это все точно так же чередуем, немножко меняя угол уже. То есть, у нас угол становится все выше, выше, выше и выше. Я сейчас вот тут второй ряд полностью соберу. А если нам фруктов не хватит, я их просто возьму и дорежу. Второй ряд сейчас быстро дособираем. Этот букет, он очень быстро собирается. Но я не спешу. Я хочу, чтобы у меня получился ровный, симметричный, красивый. И вы тоже не торопитесь. Букеты же они должны реально красиво смотреться. Взяли букет, собрали, покрутили, посмотрели, где что. Здесь мандаринку я все поправил. Ну, смотрится очень даже хорошо. Все, сейчас начинаю третий ряд уже собирать. Если не хватает высоты шпажек, то я беру и срезаю чуть-чуть поменьше здесь. То есть, они как раз сантиметров 15 теперь становятся, вот эти шпажки. Не хватило немножко дыни, пришлось еще взять. Одну дыню открыть и нарезать. Но она уже совсем другая дыня. Она уже вот, если за месяц, она просто тоньше. Сама мякоть у нее тоньше. Но ничего страшного, в этом нет. Вот здесь мы обрезаем полностью. Ну, такой нормальный букетик, увесистый. Где-то полтора килограмма будет. Вот, и что? Давайте бабочки. Бабочки сейчас. Бабочки все очень просто. Берем шпажку. Шпажку нужно выбрать, которая такая более крепкая. Вот, вроде этой. Вот так ее хорошо бы наткнули. А с обратной стороны вот такой сделали. Острый немножко. Дальше мы смотрим, где у нас лицевая сторона. Я думаю, что лицевая сторона, вот она, как раз на вас и смотрит. Дальше беру бабочку. Одну. И вот эту бабочку нам нужно поставить там, где у нас дыра какая-то. Вот, раз. Раз, бабочка. Со второй бабочкой все то же самое. Также мы подрезаем. И два бабочка. Но это еще не все. Осталось сюда добавить клубнику. У нас почти все готово, но чего-то не хватает. Это, наверное, вот немножко клубники. А клубнику мы сюда добавим обязательно. Но, смотрите. Мы ее будем и целиком добавлять, а мы ее вот так. Мы ее вот так разрежем пополам. И за счет того, что мы ее разрезали, она нам даст такой интересный рисунок. И красивая форма. У этой клубники нам потребуется еще шесть шпажек. Можно их уже отрезать. Все. И теперь нам нужно их куда-то вот сюда аккуратненько установить. Чтобы они тоже смотрели здесь гармонично, симметрично. Ну что, смотрите. Раз. Раз клубника. Два клубника. Три клубника. Здесь четыре. Пять. И здесь будет шесть. Шесть клубничин. Вот у нас перед. Это у нас зад. Букет называется бабочки на лугу. Давайте его еще, наверное, упакуем. Букет готов. Кстати, вот заведите тряпку. Вот обычно. Вот только для протирки вот таких горшочков. Намочили ее чуть-чуть. И сам горшочек обязательно снизу тоже протрите. Потому что сок получается с фруктов. Он стекает по горшочку. Идет сюда вниз. Когда вы поставите в упаковку, упаковка у вас внизу просто намокнет. Он буквально постоит сейчас 3-5 минуток. Сам чуть-чуть подсохнет. И мы его упакуем. Ну что, давайте упакуем все это дело. Как всегда, берем прозрачную нашу пленку. Взяли ее, расстелили. Поставили наш горшочек с нашим букетом. Вот так подняли вверх. Вторую часть подняли. Видно вам? Нет? Не видно? Вот так. Все. То есть над букетом сантиметров там 25, максимум 30 где-то. Все отрезали. Я вот использую вот такую веревочку беру. Обычная вечевка наша. Перевязываю. Дальше у меня вот такой скотч. Дальше у меня. почти готово давайте попробуем может вот такую широкую синюю ленту не знаю как не будет первый раз кстати вот такой небольшой букет такую ленту использую не казалось что это будет прикольно сейчас завяжу и посмотрю если будет не очень я поменяю ее на другой цвет и другую ленту ну кстати кстати даже очень мне нравится вуаля вот такой букет получился на нашем сегодняшнем мастер-классе называется бабочки на лугу так что не забудьте подписаться посмотреть наши другие мастер-классы у нас очень много мастер-классов куча там ра разных букетов я надеюсь вы их все посмотрите и сможете самостоятельно повторить у себя дома мастер-классы Продолжение следует...